сама структура презентации сегодняшний она будет той же да мы сначала с вами поговорим о технологии о том что было проделано когда-то о том что проделана сейчас вот вторая часть мы с вами поговорим о пакетах инвестиционных возможностях компании skyway capital единственное сейчас с вами говорю я не попросил вас в чате поставить плюсики слышно видно меня хорошо потому что вчера когда у меня наушники были на голове говорили что фонила и был звук не совсем хороший поэтому я и снял и вчера вроде бы как сказали что стало лучше сегодня все равно трещит пишет дмитрий что касаемо песни которые по названию которую вы спросили это владимир семёнович я думаю помните такого это высоцкий 1 называлась баллада борьбе 2 баллада любви это из фильма овенга поэтому если хотите можете посмотреть фильм там еще несколько хороших песен немного трещит да так как лучше сделать сейчас я попробую еще в настройках посмотреть я немножко убрал звук вот сделал его чуть-чуть тише да и в принципе эхоподавление у меня стояло и так коллеги две части сегодняшнего вебинара они будут теми же в какой-то степени да то есть первая часть это история развития струнных технологий что из себя представляет технология под названием skyway либо струнные технологии это называлось до 2013 года вот кратко буквально о генеральном конструкторе о человеке который скажем начал все это дело внедрять и разрабатывать и потом мы перейдем непосредственно к предложению компании skyway капитала нашим новостям которые я озвучу в конце нашего сегодняшнего вебинара так что тот кто до конца скажем тогда будет грится в конце бывает самое сладкое ну по крайней мере так говорил мой наставник александр еремчук он проживает в киеве я долгий опыт был сотрудничать с одной компанией малым бизнеса я очень уважаю этого человека вам скажем так своей путем да в этом бизнесе показал что многие люди могут добиваться успеха это коллеги анатолий дарда черницкий то есть это на сегодняшний день и самого начала создание технологий генеральный конструктор струнного транспорта струнных технологий начал заниматься разработкой технологии в 1977 году родился на территории бывшего советского союза поэтому его именуем так часто белорусский ученый советский ученый российский ученый да то есть у нас когда-то была единая страна за время своей деятельности до научной деятельности как инженера как конструктор он занимался еще попутно различными видами бизнеса деньги из которого прибыли из которого направлял практически всю на развитие своего детища который на сегодняшний день насчитывает 39 лет но для транспортной технологии да в принципе это не такой уж и большой срок хотя в нашей с вами жизни существует целый ряд консервативных направлений до которые скажем так боятся чего-то нового это не только транспорт это медицина если мы с вами подумали то мы наверно найдем что-то еще за время разработки внедрения технологий дважды организация обменных наций это были скажем так десятые годы нашего уже тысячелетия выделяла денежные средства на развитие технологий эксперты этой организации давали свои оценки заключения были выделены денежные средства которые на поле дарвич также реализована создание теста участка в то время это было подмосковном городе озеро об этом еще два слова мы с вами скажем начале 80-х годов прошлого столетия он стал членом федерации космонавтики сср эта структура которая одна из первых признала перспективность разработки струнных технологий на территории бывшего советского союза и перспективность внедрения данных технологий сфере транспорта ну как было сказано немножко позже губернатором ульяновской области с целью обогнать весь земной шар быть на первом месте транспортной сфере и сделать технологию экспортно за время разработки внедрения технологии струнного транспорта анатолий дарович юницкого было еще 140 изобретений различных целый ряд из которых возможно даже транспорту отношениями или постольку поскольку но они сегодня реализованы на практике не все 140 но несколько десятков наберется это и сельское хозяйство это развитие различных направлений нашей промышленности которые есть начиная там и радио электроника и автомобильный транспорт и скажем так транспортная сфера в целом у него есть 18 монографии более 200 различных научных работ с которыми вы можете ознакомиться на сайте там далеко тоже не все работа но тем не менее сайт анатолий дарович юницкого который вы видите внизу адрес этого сайта да это большой кладезь информации то есть там есть огромное количество технической информации касаемо развития технологий там есть экономические обоснования почему выгодно да сегодня развивать именно эту транспортную сферу именно эту транспортную технологию точнее да что она может дать человечеству есть большое количество видеоматериалов о которых мы обычно говорим на презентации то есть там есть материалы и новостей Целого ряда центральных каналов Российской Федерации Там есть тематические передачи Даже целые, которые длятся 20 минут, 40 минут Где рассказывал о струнном транспорте На некоторых из них У некоторых из них участвовал сам Анатолий Дарвич У некоторых принимали участие его соратники За все это время Как я говорил Было написано 18 монографий Целый ряд из них на сайте есть Вплоть до того, что там есть документально выложена информация О тех государственных контрактах На строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации О которых мы говорим на презентации Три высших образования, которые Юницкий получил За время своей жизни Это инженер транспорта первого образования Патентное право изобретательства Что тоже было, скажем так, получено Не было отложено в долгий ящик Это образование, потому что, скажем так Свои первые know-how, свои первые патенты Анатолий Дарвич получил еще, скажем В то время, когда у нас с вами был Советский Союз И третье высшее образование Проектирование строительства высотных зданий Инфраструктурного сооружения Сегодня все эти знания он реализует на практике В реализации технологий под названием Skyway То есть наша компания называется Skyway Capital Но это название у нас появилось с 13-го года То есть небесные дороги Sky это небо, Way это путь, дорога До этого все это называлось струнными технологиями Причем мы сейчас больше уделяем внимание транспорту Потому что основное направление деятельности Нашей компании, наших конструкторских бюро Конечно направлено на реализацию транспортной технологии Но струнные технологии Это, скажем так, довольно широкий Такой спектр направлений деятельности Это и строительство высотных зданий Зданий, зданий коттеджного типа По струнным технологиям Это строительство портов Которые могут быть вынесены Естественные глубины Скажем так, от линии берега Там полкилометра, километр И это экономит огромное количество работ Необходимых для того, чтобы строить порт Не нужно, по крайней мере, делать искусственный фарватер И так далее Это огромное количество денег Огромное количество техники Огромное количество времени Далее Это строительство мостов И взлетно-посадочных полос Ну и конечно же Основное, скажем так, внимание Основное место Ключевое место Занимает именно транспортная технология Поднятая на второй уровень Скажем так Эстакада Струнные рельсы Металлические По которым передвигаются транспортные средства На металлических колесах Со скоростью от 120 грузовой транспорт До 500 км в час высокоскоростной международной Skyway На данном слайде перечислены преимущества данной технологии По отношению к тем технологиям Что мы используем с вами в повседневной жизни Это автомобильный транспорт Мы знаем, что у нас есть со всей инфраструктурой Железнодорожный Водный транспорт Речной, морской И у нас есть воздушный транспорт Скажем так Ближняя авиация Средне-дальняя авиация Дальняя авиация Военная В конце концов Которая, в принципе, имеет отношение к большинству людей Постольку, поскольку Но есть транспортная авиация Которая перевозит большое количество грузов В принципе, и транспортные Точнее, авиационные перевозки Они на сегодняшний день являются самыми дорогими Если мы перевозим большие объемы грузов Например, если говорим о перевалке Каких-то там, я не знаю Товаров народного потребления Либо там сырья То самое дешевое на сегодня По-прежнему остается Это водные перевозки То есть это Крупные сухогрузы Да, если мы говорим о жидких средах То это танкеры, которые перевозят Это нефть и сжиженный газ И так далее Так вот, все эти четыре транспортные Технологии, которые мы с вами используем Достаточно давно Какие-то тысячи лет Какие-то больше сотни лет Они все обладают Какими-то преимуществами По отношению друг к другу Но, как правило, у них большое количество недостатков Их нельзя назвать абсолютно комфортными Если говорить для пассажира Экологически чистыми Безопасными Их нельзя назвать дешевыми Потому что мы заметили, что за последние 20 лет Стоимость билетов, например, на ту же железную дорогу Либо на авиационный транспорт Выросла на порядке И сегодня уже пенсионеры Скажем так, которые могли бы во времена Советского Союза Перемещаться даже несколько раз в год Своим родным и близким На расстоянии там тысячи-полторы тысячи километров Сейчас они себе это могут позволить Раз в три-пять лет Чтобы накопить денег Для того, чтобы своих родных и близких увидеть Еще одна очень важная Еще один очень важный момент То, что данная технология нам позволяет Перемещаться с быстрыми скоростями Соответственно, такие расстояния Как 700 тысячи-полторы тысячи километров Если будет построен высокоскоростной скайвер Мы будем покрывать там за 2-4 часа Соответственно, мы можем, скажем так При стоимости билета заметно меньше Чем то, что мы сейчас имеем на железных дорогах На выходные просто сесть Съездить своим родным и близким На расстоянии там 700-800 тысячи-полторы тысячи километров Вот сами сейчас себе скажите Как вы часто можете видеть Тех людей, которых вы любите Давайте скайп уберем И получается, что мы в инфраструкционном вакууме Мы давно не держались за руки Мы давно, скажем так, не сжимали в руках Руки своих родных и близких В объятиях, скажем так, своих, может быть, бабушек Дочерей, мам и так далее Жизнь нас разбросала А вот собраться теперь до кучи очень тяжело С теми транспортными системами Которые мы сегодня имеем Я не буду сейчас останавливаться На каждом отдельно взятом преимуществе данной технологии Одному могу сейчас даже только сказать Смотрите, данный транспорт О котором мы сейчас с вами будем говорить Его можно отнести к категории всепогодных Можно ли к всепогодным отнести автомобили Железнодорожный транспорт, водный транспорт и воздушный транспорт Да ни в коем случае Небольшие изменения, скажем так, в погодных условиях Сильный дождь, сильный ветер, сильный снегопад Наводнение, не дай бог, и так далее И все, все стоит А данный транспорт будет передвигаться Сейчас я хочу вам включить ролик, который вам расскажет О технологии, разработанной ВИСКОМ О том, что, скажем так, у нас было не так давно То есть пройдутся по основным вехам Развития струнных технологий Вот, и потом мы с вами просто-напросто еще расставим точки на ВИСКОМ И будем двигаться По уже инвестиционным предложениям компании Skyway Capital Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway Однако даже те, кто что-то знает Полагают, что это нечто далекое, фантастическое Не имеющее лично к ним никакого отношения Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении Чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции Располагающихся над землей По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли Исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами И позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью По которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта юнитского инновационной, перспективной И поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович Почти 40 лет он работал самостоятельно Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом На базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов и штат предприятия постоянно увеличивается Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной Городской Skyway-комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной Высокоскоростной Skyway-комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав, на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции грузовой skyway комплекс это рельсострунная транспортная эстакада грузовой подвижной состав юникар и инфраструктура включающие автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы может быть подвесным и навесным легкий транспорт юнибайк минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии skyway экотехнопарка и осуществить сертификацию экотехнопарк действующий промышленный образец технологии skyway в нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов в конце 2016 года в берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем инно транс участником которой являлась наша компания на выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава skyway юнибус и юнибайк также на нашем стенде можно было увидеть мотор колесо и охранный модуль который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов сфере транспорта так и у обычных посетителей выставки выставочный стенд skyway стал одним из самых популярных на выставке и на транс 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов по общему мнению специалистов из разных стран все представленные технологии являются инновационными уникальными по мнению криса принципе американского финансового эксперта и владельца журналов финэйншинал айти и финфьючер технология skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы соединив себе не только передовые инженерные наработки но и важные инструменты влияния на социальную сферу улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок выставка инна транс 2016 ознаменовалась рядом важных встреч в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний работающих на рынке транспортных услуг по словам заместителя генерального директора по развитию skyway виктора бабурина заинтересованность проявили представители индийской железной дороги делегации из катара германии филиппин и других стран по итогам выставке можно с полной уверенностью заявить что транспортный мир принял небесные дороги юницкого и в скором времени дороги skyway начнут строиться по всему миру многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта технологии уже заинтересовались многие российские иностранные корпорации чиновники предприниматели крупные инвесторы финансовые группы фонды государства на данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы строительство 500 метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета флиндерс в городе аделаида под руководством рода хука экс главы департамента транспорта и руководителя компании эр эйч эй для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд инвестинга для этого были созданы инвестиционные фонды и компании специальные платформы одной из которых является компания skyway капитал которая также привлекает средства инвесторов при этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером совладельцем приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом для реализации проекта skyway работа была разбита на 15 этапов от создания проектной документации до демонстрации заказчиком тестовых экземпляров был рассчитан необходимое количество акций трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа чем выше порядковый номер этапа тем ниже размер дисконта с которым можно получить долю компании так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии снижает риски и соответственно уменьшает размер к венчурной премии бонуса за риск чем по своей сути является дисконт всего людей принимающих участие в проекте skyway более 300 тысяч человек присоединяйтесь и вы станьте причастным крупнейшей транспортной корпорации технологии которой вскоре изменят мир к лучшему это важно для каждого и так друзья ролик который продемонстрировал что из себя представляет технология с чем мы имеем дело на сегодняшний день потому что в ролике уже в принципе речь идет о четвертом поколении струнного транспорта и на данном слайде вы видите историю развития струнных технологий то есть мы сегодня находимся на четвертом этапе развития струнных технологий в целом с момента возникновения идеи в конце 70-х годов и по сегодняшний день четвертый этап по сути начался с 2010 года может быть даже немножко позже а до этого были три этапа развития до первый этап самый верно продолжительность как середины с конца 70-х точнее 77 года по середину 90-х именно в это время анатолий ударович подал первую заявку на изобретение направление скажем так не ракетного освоения космоса в дальнейшем струнного транспорта именно тогда было признание федерации космонавтики ссср первый грант выделены советским фондом мира на развитие данной технологии и прошла первая научно-практическая конференция на территории города гомеля в белоруссии помни ракетному освоению космоса на которой присутствовали космонавты герои советского союза то есть признание было получено скажем так структурой которая по сути дела должна была быть главным оппонентом потому что речь шла вне ракетном освоении космоса а герои советского союза люди становились которые на ракетоносители подымались вверх там кружились на орбите были на космических станциях и так далее так далее 95 по 2000 год был второй этап на котором анатолий даже еще низкий провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе задача была поставлена создать скажем так будущий подвижной состав наиболее обтекаемый то есть снизить максимальный коэффициент аэродинамического сопротивления именно в это время организация объединенных наций обратила внимание на развитие технологии и был выделен первый грант и были продемонстрированы первые действующие физические модели на этом этапе то есть масштабе от 1 5 до 1 15 то есть меньше большему да третий этап был очень важен потому что о технологии узнал весь мир подмосковном городе озера был построен тестовый участок либо испытательный полигон как его называли раньше 170 метровый эстакады сделаны из стали да внутри были натянуты рельсы внутри были натянуты струны о которых идет речь зим 131 остальных колесах двух реборных весом более 12 тонн сбирался по этой эстакаде было проведено большое количество испытаний отработан целый ряд методик касаемо струнного транспорта целый ряд международных делегаций посещали полигоны видели как будет выглядеть транспорт будущего до целый ряд экспертов государственных структур имеющих отношение к науке техники транспорта в первую очередь посещали полигон давали свои экспертные оценки заключения коробки список у нас на слайде прописан более полный вы можете найти на наших сайтах в интернете именно в это время было скажем получим второй грант организации военных наций именно в это время были заключены государственные контракты на строительство дорог целом районе регионов вот россии 2009 году на госсовете дмитрию медведеву губернатор ульяновской области представил технологию предложил внести список критических которые необходимо развивать на территории российской федерации и казалось бы вышли как говорится на самый верх и вот сам бог или развиваться но к сожалению через неделю полигоны не стало после того как было дано распоряжение минтрансу изыскать порядка миллиарда рублей на развитие технологий проще было разобрать за неделю данный полигон который был под московным городе озера то есть и дорога была не построена которая планировалась от озера до москвы и много чего не случилось важно что юницкий не опустил руки важно что он вместе со своими соратниками продолжал вести переговоры с административным ресурсом целого ряда стран с людьми мира бизнеса но к сожалению практически все переговоры зашли в тупик и тогда он принял решение оценить интеллектуальную собственность она была оценена свыше 400 миллиардов долларов сша то есть все что он работал за тот момент да и было принято решение двигаться по системе крауд инвестинга обратиться к нам с вами физическим лицам тем людям кому и нужен безопасный высокоскоростной комфортный доступны по цене и много еще преимуществ имеющий транспорт по отношению к тем транспортным системам которые мы сегодня имеем и как показал показала практика фактически все что проделал на сегодняшний день сделано на те деньги которые пришли к нам посредством крауд инвестинга выбор был сделан правильный так бы мы зависели от какого-то одного возможно капризного инвестора какого-либо государства который в любой момент могла прекратить финансирование данного проекта да мы бы по сути делаю это решение застраховала юницкого от того что кто-либо попытался бы эту технологию него отнять потому что сегодня он единственный владелец технологии с нами с каждым делится долями этой компании вы также становитесь со владельцами в меньшем расштабе в размере того пакета долей компании которые вы сегодня можете приобрести на очень выгодных условиях потому что уровень вашего дохода определяется скажем так от 30 кратного увеличения денежных средств которые вы можете сегодня по инвестирует наш проект до 300 раз вырастает ваши денежные средства на данном слайде как я обещал видите перечень структур государственных которые давали свои экспертные оценки на сайте и гораздо большее количество но в первую очередь это институт проблем транспорта российской академии наук сибирское отделение российской академии транспорта гострой россии минтранс министерство экономики транспорта про он уже говорили да во время третьего этапа развития технологии анатолий дарчуницкий принимал участие в целом ряде крупных международных форумов посвященных транспортной сфере и было получено большое количество наград золотых медалей дипломов премий первую да то есть этой золотые медали ввц и премия золотая колесница дважды полученная в девятом и в одиннадцатом году если не ошибаюсь в номинации проект года в транспортной отрасли то есть технология она известна да и в принципе все что мы сейчас делаем когда перешли на привлечение инвестиций посредством краудинвестинга на четвертом этапе развития струнных технологий наша задача построить еще один тестовый участок как мы раньше говорили полигон сегодня это звучит как экотехнопарк либо центр демонстрации сертификации транспорта skyway вот о чем идет речь 14 год был началом привлечения инвестиций январь конец января в мае месяце состоялась международной конференции в городе минске после которой было открыто наше научно-производственное предприятие появились первые конструкторские инженерные кадры до который лично отбирал анатолий дарович юницкий пятнадцатый же год стал переломным потому что именно в пятнадцатом году определились с тем участком местности на котором сейчас полным ходом идет строительство экотехнопарка да по всем законам республики беларусь необходимо было скажем так получить этот участок на аукционе то есть данная возможность была предоставлена этот кусок земли не только нам но еще целому ряду структур которые могли принять участие в этом аукционе 22 июня после этого аукциона участок площадью 36 гектар пуховичском районе недалеко от города марина горка закреплен за предприятием струнной технологии в долгосрочную аренду то есть именно там сейчас осуществляется строительство помимо всего прочего в пятнадцатом году был проведен целый ряд переговоров в разных городах и странах это было и южной америке территории объединенных арабских эмиратов и намерены скажем так намечены ступеньки взаимодействия с нашими арабскими партнерами да и принципе арабская сторона очень внимательно наблюдает за развитием нашего проекта далее в сентябре 2015 года а строительство технопарка началось конце июля начале августа вот и был были скажем так вырыты первые котлованы первый котлован точнее по данкеру напору сначала скажем так данный заливался долго это было многие люди говорили что же так медленно всего это строить и так далее так далее тогда сейчас действительно скорость возведения и строительства трасс на территории технопарка она выросла наверно порядке по сравнению с тем что было в самом начале мы понимать и на все необходимое инвестирование на том моменте когда скажем так возможно строительство экотехнопарка шло не очень быстро но уже заключались договора с целым рядом предприятий которые должны будут будут поставлять и поставляют сейчас необходимые конструкции узлы и агрегаты для строительства экотехнопарка то есть работа велась не только на земле которую нам выделили да но и параллельно с теми предприятиями которые сегодня с нами тесно сотрудничают в сентябре 2015 года был получен международный официальный код цены бумаги которые получают все про все компании планирующие скажем так чтобы их акции котировались будущем на крупных международных биржевых площадках и в сентябре же при был приезд экс-министра транспорта южной австралии которые увидели в ролике это род хук до который приехал посмотрев что из себя представляют технологии пообщался с юницким и твердо принял решение развивать данную транспортную систему на территории австралийского континента сегодня возглавляет наше австралийское предприятие активно помогает нам в развитии нашего проекта принимал участие в выставке мероприятие на транс который был из берлины также 15 году можно отнести важную веку которая была выглядела в закладке нулевого километра недалеко от города марина горка будущей дороге skyway вы это видите на данном слайде прошла международная конференция в этот же день они присутствуют несколько десятков наших инвесторов которые первые высадили свои минные деревья на территории к технопарка у нас есть аллея инвесторов которые приняли участие в акции посадить дерево также очень важно ехать в пятнадцатом году стало принятие решения руководством компании о новом способе привлечения инвестиций приобретение пакетов долей компании в рассрочку выгодно компании потому что у компании существует четкий 15 этапный план с 2014 по 2017 год включительно на выведение технологий на мировой транспортный рынок и на выход с пакета медалей компании на рынок финансов до на рынок инвестиций так вот сегодня мы находимся на восьмом этапе в ролике это было сказано на каждом этапе венчурная премия снижается те кто только начинал сотрудничать нашей компании в январе 2014 года у них были самые высокие риски но они было самый высокий уровень доходности от 250 раз на минимальных пакетах до полутора тысяч раз сегодня венчурная премия ниже от 30 до 300 так вот почему выгодная рассрочка компания наперед может видеть да какие деньги к нам придут через месяц через два через три через пять через десять потому что есть рассрочки на десять месяцев и соответственно уже может планировать какие виды работ можно выполнять на деньги которые практически однозначно к нам придут почти 100 процентов людям выгодно потому что они имеют возможность инвестировать незначительные денежные средства ежемесячно на выходе получить серьезный пакет и долей компании данная века который мы раньше подробно рассказывали она сейчас скажем они вы проинформированы были в ролике это признание струнного струнных технологий минтрансом российской федерации инновационной технологии это было феврале 2016 уже года и в марте месяце заседание рабочей группы того же экспертного совета признала технологию разработанной низким перспективной то есть потенциально возможны для строительства дорог на территории российской федерации сейчас идет взаимодействие с минтрансом то есть они внимательно следят за тем что у нас происходит на территории к технопарка и наверняка в конце ноября месяца когда у нас будет осуществляться демонстрация действующих промышленных образцов городского юнибуса юнибайка я думаю что от не трасса наверняка там кто-то будет и будет смотреть как и что происходит в начале года руководство компании планировала выполнить целый ряд работ то есть это осуществить строительство городской трассы легкой трассы так называемые не байки да и начать строительство и постараться максимально построить грузовую дорогу skyway да то есть погрузочно-разрушенным терминалом то есть совсем необходимым и с транспортными средствами которые будут передвигаться по этой трассе и в начале года было запланировано два крупных мероприятия которые планируют провести первое из них это фестиваль для наших партнеров который прошел 23 24 апреля в городе минске и в минской области на территории к технопарка прошел с большим успехом большое количество партнеров приехала более чем из двух десятков стран своими глазами увидели что есть эко-технопарк на что пошли деньги на что они идут пообщались с конструкторами наших предприятий да то есть имели возможность пообщаться с сотрудниками которые у нас работают в городе минске ну как говорится вживую видели анатолий дарыча яницкого принципе он никому не отказывал то есть все могли с ним сфотографироваться и так далее так далее те кто был это мероприятие помню о чем я говорю да дальше второе мероприятие очень важно на который ориентировался руководство нашей компании в феврале месяце было получено приглашение на инотранс крупный международный форум который проходит раз два года в берлине в евросоюзе и на этот форум нас пригласили не мы стучались да и доказывали что мы тут имеем что-то в своих руках а нас пригласили и сказали что у вас есть инновационная транспортная технология мы заинтересованы в том чтобы вы были на данном мероприятии и фотографии вы видели в ролике да то есть живых людей которые присутствовали на данном мероприятии наш стенд стал одним из 60 наиболее посещаемых всего было порядка 2900 выставочных мест то есть это очень серьезный уровень я считаю далее после мероприятия на транс прошло еще несколько транспортных выставок транспортных мероприятий крупную до одной из них прошло беларуси под названием белорусская транспортная неделя либо транспорт и логистика 2016 были представители 80 компаний из девяти стран в том числе и компания струнной технологии про которую на портале тут бай это крупнейший скажем так информационный интернет-портал беларуси была написана большая статья до про форум и большое место в этой статье было уделено технологии разработанную низким технологии skyway что белорусская технология представляла нашу страну на крупном форуме на транс там и так далее так далее тогда на данном форуме наш стенд посетил первый заместитель премьера республики беларусь до которым анатолий гардович передал документы по технологии и пригласил на демонстрацию транспорта в конце ноября на территории к технопарка и также заручился поддержкой ходатайстве перед президентом страны в уделении 15 километрового участка с целью строительства дороги следующем году высокоскоростного skyway испытания у демонстрации сертификации позже на следующей неделе прошло форум под названием белорусский энергетический экологический форум да на нем уже присутствовали компании из 14 стран вот наш тент по опросу тех людей которые были посетителями данного форума до занял первое место то есть все считали в большинство людей посчитали что он был самый интересный из всех кто там присутствует а там был целый ряд крупных белорусских предприятий да потому что затрагивалась тема энергетики и экологии и электрификации много чего еще параллельно в австралии проходил форум под названием интеллектуальные транспортные системы принимать участие в данном форуме он тоже проходит по моему не каждый год и в этот раз был 23 конгресс да то есть в котором принимали участие компании транспорт которых до имеет полностью автоматическое управление то есть без участия человека это очень важно и нашу компанию представляла родхук так как является нашим австралийским руководителем нашего нашего проекта до австралийской компании и плюс специалисты компании ауркон который в июне месяце 2016 года вместе с родом хуком посещали наше конструкторское бюро посещали экотехнопарк одно добавлю что данная компания ауркон принимала скажем участие в разработке и возведении самого высокого на сегодня небоскреба бурж халифа это очень серьезная структура которая понимает чем она занимается до который просто так пустую не разбрасывается ни деньгами не персоналом и просто так не тратят деньги и время они сегодня активно работают над тем чтобы внедрить технологию skyway на территории австралийского континента практически каждый день сейчас в различных средствах массовой информации рассказывается о нашей технологии вот мы еще весной например похвастать об этом не могли мы там раз три-четыре дня когда размещалась какая-то новость на каком-то носителе информационном да мы очень радовались там сначала были какие-то белорусские газеты причем районные да потом появилось издание интерфакс и мы очень громко об этом говорили да потом на радио эхо москвы заговорили а потом как говорится пошло-поехало то есть радиостанции целого ряда стран телевизионные каналы целого ряда стран и европейские скажем так на территории российской федерации стран снг в австралии рассказывали нашей технологии вот то есть информация о нас распространяется очень быстро здесь просто выделим важный момент тут боя вам уже рассказал что уделил большое внимание наши технологии на своей странице посвященной выставке который проходил на территории минска крытом манеже на проспекте победители да вот но здесь наверно важный момент мимо которого пройти нельзя вы видите фотографию анатолий дарочи низкого это по сути делаю на первую страницу журнала finfuture крис принципе который увидели в ролике распространил 3000 своего журнала 3000 экземпляров своего журнала finfuture на крупном банковском форуме который проходил в швейцарии там собирались банкиры и разговор шел о системе банковских переводов свифт ну и буквально недавно информация последних двух-трех дней да то что средствах массовой информации на данном экране вы видите скрин с интернет страницы майфин белорусской да что белорусское предприятие собирается построить струнную дорогу в индии то есть между двумя городами дармсала и маклионганш причем один из них знаменит тем что там находится штаб-квартира далай-ламы поэтому там огромное количество паломников туристов в этом направлении двигается да и нужно что то что позволит и быстро перемещаться и безопасно да и место там новые местность скажем так не совсем то есть расширять дороги просто там очень тяжело поэтому наши технологии подходит как никогда это мы говорили с вами о технологии теперь буквально несколько слов о предложении которые сегодня делает компания skyway капитал в ролике вы слышали да что крис принципе назвал технологию skyway в сфере транспорта как интернет сфере коммуникации но в принципе так она есть да в планах как говорит анатолий дарыч и низкий через там 5 7 10 15 лет 30 50 процентов емкости всего транспортного рынка если мы все это сделаем до сертифицируем и выйдем на мировой транспортный рынок начнем строить будет под технологией skyway на этом рынке крутятся огромные огромные деньги то есть многие миллиарды и триллионы долларов сша соответственно ситуацию которую я рисую обычно на своих презентациях конец 70-х годов эра начала развития айти технологий компьютерных технологий персональных компьютеров интернета билл гейтс стив джобс майкл дэл еще целый ряд людей которые поняли что разработка программ персональным компьютером это скажем так большое дело и большие деньги они обращаются к людям которые окружают с целью привлечения инвестиций свои проекта до реализации своих людей слушают их немногие но деньги даются в итоге это сегодня крупнейшие компании в сфере айти вот тоже самое сегодня происходит и транспортной отрасли да мы пока маленькие но тем не менее все вот если мы все покажем реализуем сертифицируем очень быстро начнем расти потому что огромное количество преимуществ по отношению к тому с к чему привыкли вот и каждый из вас сегодня начальном этапе может положить незначительные деньги стать финансово независим уже через короткий промежуток время потому что в принципе там один 35 лет это не такой большой срок как многим кажется да хотя я понимаю что год жизни это очень много главное чтобы этот год прожить был не зря итак друзья компания skyway капитал зарегистрирована в Великобритании вы видели в ролике что мы договор подписан между евгением кудряшов руководителем компании skyway капитал да и анатолий удара чем низким о взаимодействии задача компании skyway капитал привлекать инвестиции инвестиции нужны с целью финансирования строительства экотехнопарка о котором я уже говорил о котором видели в ролике и платформа на которой мы сегодня работаем и сотрудничаем с вами называется краудинвестинг то есть ничего не стали менять не стали придумывать колесо до другой формы мы не стали думать какой нибудь другой способ потому что краудинвестинг себя очень хорошо зарекомендовал сегодня более 90 стран из которых люди инвестировали денежные средства в развитие нашего проекта задачи которые ставила и ставит перед собой компания skyway капитал просты привлечь максимальное количество инвесторов соответственно инвестиций в развитии нашего проекта причем на базе микрофинансирования да то есть сегодня любой человек имеющий в своем кармане тысячи рублей имеет возможность стать совладельцем данной технологии пока еще да пока еще есть возможность инвестировать свои денежные средства в корневую компанию корневую технологию непосредственно вот и стать крупным инвестором нашего проекта благодаря простым шагам которые он может делать ежедневно какие я потом немножко скажу далее задача компании создать благоприятные условия для каждого нашего инвестора то есть чтобы могли комфортно просто разобраться со всеми вопросами которые могут возникнуть вы их можете задать службы технической поддержки на сайте вы их можете задать отдел информационной поддержки в москве вы их можете эти вопросы задавать на презентациях который у нас проходит большом количестве целом ряде городов живом формате и онлайн ежедневно на целом ряде языков да главное чтобы эти вопросы возникали если вы к чему-то стремитесь если вам есть что изменить своей жизни это сегодня отличная возможность она просто как мыло да но приносит хорошие результаты как показывает практика движения по партнерской программе вот очень много людей у нас сегодня себя хорошо чувствует даже еще до выхода группы компании skyway на мировой рынок транспорта и рынок инвестиций что еще хотелось бы отметить то что мы способствуем и делаем все для того чтобы вы были снабжены самой свежей информации самыми свежими новостями о развитии технологии развитие нашего проекта ну и максимально были прозрачные простые ваши шаги и наши действия по отношению каждому инвестору у нас сегодня существует целая скажем так линейка пакетов далее компании которые вы можете приобретать тем самым становясь совладельцами данной технологии вот самая минимальная стоимость пакета как я вам говорил стандартном прайс листе это 15 долларов сша сегодня это сумма меньше тысячи рублей на выходе вы получаете 450 долей компании высока вероятность что к семнадцатому году каждая отдельно взятая доля будет стоить 1 доллар сша то есть ваши деньги умножатся в 30 раз сегодня 15 на выходе 450 далее каждый последующий пакет имеет большую стоимость но имеет и больший уровень доходности у нас третьем столбце здесь в этой табличке этот так называемый дисконт да венчурная премия то есть вы сегодня имеете возможность приобретать пакеты стоимостью буквально каждую отдельную взятую долю за несколько центов либо несколько десятых долей центов вот и максимальный уровень скажем так доходности по пакетам составляет у нас 300 раз минимальный 30 я еще введу пакет который стоит 1000 долларов это как мы говорим более-менее такая приличная инвестиция начинают чесать затылок большинство людей когда речь заходит о такой сумме потому что большинства людей такой суммы нет да вот но тем не менее тысячи это скажем так то чем можно поиграть потому что обычные инвестиции там чтобы открыть какой-то бизнес чтобы например заняться там бизнеса на рынке недвижимости это нужно иметь сотни тысяч долларов до для того чтобы все это начали я говорю о тысяч доходность на пакете стоимостью тысячи долларов 150 раз то есть ваши денежные средства превратятся в 150 тысяч долларов потенциально если семнадцатом году все мы сделаем и все мы срок выполнен у нас есть пакеты долей компании которые можно приобретать в рассрочку здесь вы их видите на данном слайде привычные пакеты под названием старт сеньор стабильный бизнес почему привычный потому что они уже работают у нас на протяжении трех этапов развития группы компаний skyway с января 16 года по сей день единственно уровень доходности уже два раза снижался по ним и премия которую вы можете получать благодаря простым шагам у нас еще есть дополнительный бонус на премиальный счет он вам может быть начислен да она тоже значительно снизилась потому что риск вложения денежных средств наш проект значительно упал ты падает каждый день потому что нам есть не то что что показать да вы можете уже что-то попробовать далее появился пакет бизнес который позволяет вам сделав инвестицию дважды по 300 долларов на протяжении двух месяцев получить 75 тысяч долей компании а если вы это сделаете за один день таковы условия на данном пакете его можно назвать промо пакет вам еще дополнительно 25 тысяч начислить 24 тысячи начислить на премиальный счет для партнеров проживающих странах западной европы центральной европы то есть странах с более высоким уровнем дохода ежемесячно да по и же просьбе были включены пакеты с номиналом 500 долларов 1000 долларов 2 с половиной пять тысяч долларов ежемесячная оплата на 10 месяцев любят на дисконт люди становятся владельцами уже миллионных долей компании практически это потенциально миллионеры и большое количество людей проживающих у нас странах центральной восточной западной европы которые покупают данные рассрочки пакеты малыш и студент сразу хочу сделать один акцент это пакеты позволяющие вам приобретать акции доли нашей компании на своих детей от 1 до 17 лет если вы взяли этот пакет на 9 месяцев и планируете все 9 месяцев его выплачивать внимательно отнеситесь тому не стукнет ли вашему ребенку 18 потому что данные пакеты можно будет оформить только на детей возрасте от 0 до 17 лет пакеты мультипликатор они появились у нас на восьмом этапе развития это буквально в начале октября месяца да то есть данные пакеты точнее в середине октября данные пакеты позволяет вам значительно увеличить количество тех долей компании которые вы уже купили на сегодняшний день то есть у кого-то из вас может быть их 500 у кого-то их может быть там миллион долей а вот и 3 миллиона долей компании да если выбираете одну из трех рассрочек сроком на 10 месяцев с номиналом оплаты 100 250 500 долларов ежемесячно то по окончании этой рассрочки вы получаете на свои скажем так точнее вас оформляет сертификат на 140 либо от 1 миллион 150 тысяч долей компании эти доли плюсуются к тем что у вас уже есть и добавляется либо один процент если вы выбрали первую рассрочку либо два процента либо три процента на премиальный счет то есть для тех кто уже является владельцем крупного пакета долей компании это хороший способ увеличить причем количество подарочных долей да то есть вам их просто дарят пакеты на транс который подразумевает сейчас тоже выплату скажем так помимо того что вы получаете выгодный диском если вы делаете три оплаты в течение трех месяцев не позднее по отношению скажем так предыдущей оплате пакета стоимостью 1000 долларов то вы в итоге получите за три месяца 600 тысяч долей компании средний диском будет 200 вот я вы помните в стандартном процессе выделял пакет стоимостью 1000 долларов если первый месяц он будет такой же диском да вы получите пакет на 150 тысяч долей компании то на второй месяц если не позднее чем через 30 дней покупаете следующий пакет вам 200000 начислят а третий месяц вам начислят 250 тысяч долей компании вы можете это сделать за три минуты то есть можно купить один пакет потом порой докупить и 3 да то есть 3000 долларов в день за три минуты и вы на выходе получаете 600 тысяч долей компании skyway capital и у нас есть пакеты которые вы можете приобретать сразу скажем так крупным номиналом разовая покупка от 5000 до 50000 долларов сша они еще подразумевают следующие скажем так преимущество то что вы можете приехать весной на территорию к технопарка и высадить свое именное дерево она пакетах от 10 до 50 тысяч долларов долларов до эксклюзивная редкой породы из него будет ваша табличка и как говорится память о вас будет увековечена в века или людей которые развивают партнерскую программу на сегодняшний день строить бизнес вместе с нашей компанией а у нас очень приличное денежное вознаграждение вы можете получать по партнерке для них есть выгодное предложение приобретать пакеты долей компании с бонусного счета бонусный счет это то место куда деньги попадают только от вашей деятельности по построению партнерской структуры если вы строите партнерскую структуру значит на бонусном счете деньги есть вы их можете заработанные деньги выводить и тратить на то что вам необходимо либо вы можете купить очень выгодный дисконт на этих четырех пакетах да увеличить портфель инвестиций в нашем проекте есть партнерская программа которая позволяет вам зарабатывать деньги уже здесь и сейчас не дожидаясь выхода группы компаний skyway на мировой рынок инвестиций действия которые нужны эта информация это работа с людьми донесение информации о том что есть технология есть возможность получения дохода вы можете стать инвестором еще есть куча причин почему люди могут прийти в наш проект у партнерской программы большое количество преимуществ мы завтра в 13 часов по москве разберем подробно откуда какие проценты и в чем преимущество нашей компании но здесь буквально кратко я уже говорил инвестируя всего 15 долларов сша вы можете зарабатывать крупные деньги вы можете стать крупным инвестором потому что денежные начисления у нас идут на бонусный и еще на акционный счет который можно назвать подарочным но на акционный счет с восьмого этапа идут деньги только людям в квалификации лидера это третья ступенька по нашей карьерной лестнице и до квалификации топ эксперт всего у нас 6 ступенек карьеры и вы по ним можете двигаться в одностороннем направлении никогда никуда не обваливаться не падать потому что у нас нет жестких ежемесячных объемов у нас нет такого понятия как подтверждать квалификацию да все что делается под вами все складывать потому что маркетинг накопительный да и вы однозначно растете в направлении к следующей квалификации конечно же если вы что-то делаете сами делают ваша структура вот это вознаграждение у нас считается до 24 уровня а максимально вы можете получать от инвестиций до 20 процентов но это с прямых уже привлеченных инвестиций для вас есть инструменты вам вознаграждение реферальные ссылки баннеры которые вы можете ставить на своей интернет странице к ним прикреплена реферальная ссылка соответственно люди нажимая на этот баннер на вашем сайте либо блоге переходит на наш интернет ресурс знакомиться с информацией нажимать кнопку регистрации это ваш реферальный партнер а вы в это время спите вы живете например в кишиневе да человек нажал на эту кнопку в буйнос-аресе то есть вы понимаете да что часовые пояса разные вы спите он разобрался в информации бац у вас партнер из южной америки вот либо наоборот в китае там либо в южной корее либо где-то еще поэтому используйте данную возможность отправка новостей из личного кабинета из раздела события да там новости у нас есть в социальной сети та же самая схема каждой новости прикреплена ваша реферальная ссылка как только вы выложили в социальной сети ваши друзья и те группы в которых вы находитесь увидели информацию о том что вы это разместили вот и соответственно кто-то из них я не вижу что все эту информацию посмотрит кому-то она понравится кто-то перейдет на наши интернет ресурсы нажмите кнопку регистрации это ваш реферальный партнер знаете проверено работать мы к инструментам мы относим мероприятие которое проходит сейчас мероприятие по маркетинг плану вебинары которые нас идут каждый день на разных языках и это уже говорю живые презентации которые у нас проходят целом ряде регионов и стран ежедневно из каждой недели количество этих мероприятий только увеличивается но конечно же периодически промо акции компании как пакет например бизнес старт говорю что недавно не было сейчас он уже если некий наших пакетов узнать когда и где проходят какие мероприятия как онлайн так и оффлайн вы можете в разделе расписание вебинаров старом или в новом кабинете нас сейчас действует два скоро будет только новый да в новом кабинете разделены там отдельные есть онлайн мероприятие отдельно оффлайн так вот вы можете зайти посмотреть кто ведет вебинар в какое время какая тематика да если это онлайн значит копировать ссылку и зайти на этот вебинар либо посмотреть телефон ведущего живого мероприятия в том в том городе который вас интересует ли вы в той стране да потому что в этом городе вы живете опять же в луги востоке презентация в москве вы можете позвонить своим друзьям знакомым москвичам сказать ты знаешь есть интересная информация то есть ты придешь туда-то по такому-то адресу я думаю ты не пожалеешь и есть вероятность они что она стопроцентная что человек придет услышит живую презентацию задаст свои вопросы получит ответы потом интернете с вами свяжутся скажет ты знаешь мне интересно что мне надо делать вот таким образом вы можете получить себе потенциального партнера мало того относитесь к этому еще там к так как вы делаете подарок человеку потому что он свою жизнь тоже изменит лучшую сторону даже если он поначалу просто купит пакет если вы относитесь именно так этому бизнесу значит он у вас будет расти ну и что еще хочу отметить что в принципе в целом все чем мы занимаемся это для каждого из вас отличная возможность принять участие в проекте который изменит жизнь человечества в целом то есть вам будет чем гордиться в недалеком будущем вы можете гордо заявить своим потомкам дали бы самому себе в зеркале что вы не пропустили эту возможность что вы приняли участие в данном проекте вот и что вы большой молодец потому что у вас то получилось я вам рекомендую это сделать да хотя вы можете сами принимать решение которое возникает ваших полушария головного мозга вы можете еще подождать вы можете подождать еще как это делает мой товарищ я сейчас вам сброшу ответ человека который мне сегодня написал можете прочитать все да то есть не скрываю ничего не буду говорить откуда он кто он я знаю что он опытный сетевик он уже давно занимается разным видом бизнеса за то время что работает компании ему несколько раз предлагал я не тошнил не доказывал ничего и так далее просто показывал прочь он даже скажем так зарегистрировался и я бы еще написал слова ну пока ты там где-то занимаешься непонятно чем что есть проекты которые реально развивается хорошая есть там где он просто скажем так финансовых пирамиды до вкладываю часто прогорает ты можешь еще подождать до какое-то время но тогда ты будешь покупать акции по номиналу там она будет стоить 1 доллар сша например устраивает ли тебя это ты своей криптовалютой занимаешься потому что говоришь мне что сейчас она стоит копейки а потом она будет расти в цене я говорю здесь минимальный доход который будет от 30 раз например устраивает тебя такой но там не сегодня написал видите что давай еще раз попробуем скинь и последние новости я смотрю ну я ему скинул ролик и страницу новостями вот и все поэтому доказывай кому-то что-то да там трясти его как грушу надоедать ему каждый ветер не собираюсь и вам не рекомендую это коллеги теперь немножко важных моментов да то есть принципе наверное начну с того что у нас на следующей неделе и ближайшем будущем пройдет целый ряд целый ряд мероприятий наверное на правах того что нахожусь в москве скажу что 23 числа в москве у нас 19 30 гостей статьяна будет проходить презентация вчера разместили новость на сайтах сделали рассылку поэтому если у вас есть те кому это может быть интересно приглашайте записывайте их табличку там да и данные так далее так далее с удовольствием с ними пообщаемся и поговорим далее важный момент коллеги на следующей неделе я просто занимаюсь подготовкой расписания у нас презентации будет живых 40 за 7 дней пройдет 40 живых презентаций можете хлопать в ладоши можете прыгать до потолка можете кричать это за неделю я не говорю за месяц целом ряде стран это страны балтии это россия это и не скажем так страны снг это страны европы так далее посмотрите внимательно расписание на сайте юницкого зайдите в понедельник до посмотрите города в которых будет проходить живые презентации у вас наверняка там есть друзья знакомые до каких-либо из этих городов вы можете их пригласить далее у нас состоится важное мероприятие которому готовится скажем так сейчас в авральном режиме наверно весь наш город минск все конструкторское бюро это демонстрация нашей нашего транспорта который планируется на конец ноября месяц и параллельно как вот это не знаю совпадение несовпадение с 26 числа проходит крупный транспортный форум москве а с 29 числа в отношении к этому форуму еще будет скажем так в дополнение выставка до под названием транспорт россии 2016 с 29 ноября по 2 декабря наша компания там принимает участие вот соответственно те люди которые будут москве проездом или как-то да те люди которые находятся в москве сейчас они смогут это мероприятие посетить я думаю на следующей неделе мы уже будем знать как на него попасть и очень важный дополнение к тому что мы говорили про верификацию это было обещано скажем так в аннотации данному вебинару смотрите верификация почему скажем так и и сделали в таком виде потому что но мы все больше и больше начинаем соответствовать финансовому рынку до рынку инвестиций то есть первое большая ответственность перед вами как перед инвесторами то есть для того чтобы выйти потом с чем-то сказать да у нас проверить хорошо как вы какие у вас отношения с инвесторами так далее откуда вы знаете что это они и прочее и это взятие ответственности вас за ту информацию которую вы нам даете когда оформляете сертификат такой сейчас ситуация выглядит так если вы строите партнерскую структуру да и под вами человек приходит новый покупает пакет да вот он купил пакет вот но не верифицировался еще то есть у нас есть возможность зарегистрироваться подтвердить свою почту купить пакета потом можно проходить верификацию так вот если верификация не сделан этим человеком партнерское вознаграждение не будет начислен до тех пор пока он не пройдет верификацию это касается в первую очередь пакетов покупаемых разовых да который покупается сразу рассрочка там немножко другой механизм потому что люди начинают подтверждать свои данные по окончании выплаты рассрочки там как бы деньги начисляются мало того если чек сам не верифицировано же большое количество людей зарегистрировано с февраля 2015 года до то есть и начисления идут но очень важный момент еще один коллеги теперь все кто является партнерами компании skyway capital у вас даже на бонусный счет может падать большая сумма денег если вы не прошли верификацию вам деньги не выведут вот это очень важное дополнение которое я хотел озвучить то есть если вы не верифицируетесь деньги вывести не сможете поэтому не обижайтесь вот эта информация сейчас к вам пришла возможно будет сделана рассылка немного людей совсем пришло на этот вебинар чтобы эту информацию слышать да но поймите нас правильно то есть у нас даже сейчас пытаются люди поисток мы говорим что нужно проходить верификацию до умудряются скажем так оформлять пакеты на детей которым нет 16 лет присылать паспортные данные там под приписывать им года и так далее так далее а паспортные данные потом сверяются и этот сертификат не оформляется поэтому не теряйте своих денег не устраивайте скажем так головомойку себе и нам поэтому пожалуйста скажите всем своим партнерам те кто зарегистрирован давно чтобы они прошли верификацию потому что не вывести денег не смогут если не пройдут верификацию да не начисление не будет от новых партнеров если они будут брать пакеты и не верифицированы даже тот партнер который зарегистрирован давно сейчас не верифицированный купит пакет соответственно вышестоящим наставником денег никаких не будет начислено поэтому это очень важный момент принципе в целом у меня на сегодня все не знаю полезный либо вебинар или нет вот я всегда говорю что приглашайте на эти мероприятия своих друзей и знакомых мы с удовольствием им даем информацию завтра в 13 часов мы будем говорить о партнерской программе поэтому я вам всем желаю отличного вечера сегодня через две минуты уже начнется вебинар владимира масла и